МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оплачиваемый труд. Горожан приглашают на общественные работы по уборке овощей с поля. Оплата труда производится в конце рабочей недели. Сколько можно заработать? Решение суда. В Бобруйске вынесен приговор водителю, сбившему известного в городе онколога-мамолога. Лишение свободы на срок 7 лет. Чем завершилось разбирательство? На ура! В Бобруйске прошел смотр-конкурс военных оркестров. Готовились с начала этого года. Когда финал состязаний? А также своевременные напоминания, отечественный продукт и ценные знания. В Беларуси обновили учебную программу. Какие ноу-хау ждут школьников? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. С хорошими результатами. Александр Лукашенко провел встречу с послом Китая. Отношения Беларуси с Поднебесной на высоком уровне, но останавливаться на достигнутом стороны не намерены. В перспективе развития регионального сотрудничества. Важно добиться такого же уровня, как с Россией. Также среди тем диалога работа индустриального парка «Великий камень», техническая помощь из КНР. К слову, ДИП-представитель завершает четырехлетнюю каденцию в нашей стране. Господин посол, я не мог с вами не встретиться. Прежде всего хочу вас поблагодарить за все то, что вы сделали для нашей страны. Вы как раз явились, можно сказать, образцом для поведения посла в стране. Вы делали все для того, чтобы укрепить наши отношения с Китаем, хотя они и так были на очень высоком уровне. Но так случилось, что вы очень серьезно поработали вместе с нами, и мы подписали декларацию о всепогодном, всестороннем стратегическом партнерстве Беларуси и КНР. Это очень высокий, наверное, самый высокий уровень отношений между государствами, с которыми КНР имеет отношения. Что касается фундамента наших отношений, порядка 8 миллиардов долларов – это по объемам второй партнер торговых отношений Беларуси с другими странами. На первом месте вы знаете Россия, на втором месте Китай. Также президент поблагодарил китайскую сторону за поддержку на международной арене, в частности, при взаимодействии со странами БРИКС, преступлений Беларуси в шанхайскую организацию сотрудничества. В Бобруйске вынесен приговор водителю, который сбил известного врача. Трагедия, напомним, произошла 10 июня на Ковзана. Нетрезвый 38-летний водитель на большой скорости наехал на заведующего отделением лучевой диагностики, который в тот момент двигался в попутном направлении вместе с супругой. От полученных травм мужчина скончался на месте. В считанные минуты фигурант был задержан. С учетом всех обвинений и установленных обстоятельств местному жителю 5 сентября вынесен приговор. На основании части 4 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемый осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с учетом повышенной общественной опасности совершенного преступления. Кроме того, обвиняемый лишен права управления всеми видами транспортных средств на 8 лет. Пользу потерпевших, супруги и двоих сыновей умершего взыскана моральная компенсация 50 тысяч рублей в пользу каждого. Высокие продажи, спрос на экотуризм и отличного полета. Национальный перевозчик анонсировал скидки на билеты. Какие направления в тренде? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Продажи отечественных телевизоров, холодильников и изделий Легпрома растут в республике. Еще один тренд, который фиксирует март – увеличение количества наших товаров в прикасовой зоне магазинов. Отмечается эффективная работа производителей по импортозамещению. В целом, в продовольственном сегменте доля своей продукции почти 77%. Учебную программу факультатива «Готовы Родине служить» обновили в Синеокой. Цель сформировать чувство гражданственности и патриотизма. В планах углубить знания школьников об историческом прошлом республике и героическом подвиге народа в годы Великой Отечественной, а также улучшить навыки информационной безопасности. Помимо этого, ребятам расскажут, как ориентироваться на местности, установить палатку и собрать с собой рюкзак, оказывать первую медицинскую помощь. Министерство по налогам и сборам напомнило, кому с июля 2025-го нужно использовать кассы и платежные терминалы. Новшество коснется разносной торговли и доставки товаров на дом операторами почтовой связи и бригадами службы быта при оказании услуг вне постоянного места ведения бизнеса, продажи различной продукции в поездах. У всех организаций должны быть новые доработанные кассы. Такие же правила будут действовать для автоперевозок в нерегулярном сообщении. Белави объявила о скидках для трансферных пассажиров. До 8 сентября по тарифу промо можно приобрести билеты с периодом путешествия по 31 декабря включительно. Количество акционных квитков ограничено, возврату они не подлежат. Кроме того, нацперевозчик открыл новую услугу, которая подойдет опаздывающим. Сервис позволяет в приоритетном порядке пройти предполетный досмотр. Порядка 56 тысяч иностранных туристов посетили за 8 месяцев этого года белорусские объекты экотуризма. Сегодня в Беларуси более 1350 территорий имеют особый охраняемый статус. Локации с уникальными природными комплексами, на которых запрещена хозяйственная деятельность и действует особый режим охраны флоры и фауны. Также там функционирует 81 туристический маршрут и 24 экологические тропы. Прибыльный сезон. Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает на оплачиваемые общественные работы. На полях в самом разгаре уборка урожая. Подрудиться на славу в сельском хозяйстве может каждый. Направление на работы предоставят на Гугле 7, в шестом кабинете. При себе важно иметь паспорт, страховое свидетельство, документ о прохождении флюорографии. Оплата труда производится в конце рабочей недели из расчета 35 рублей в день. Так как оплата труда сдельная, то есть если выполнили больший объем работы, соответственно, заработная оплата будет выше. Они могут один день поучаствовать, получить заработную оплату. Либо, как большинство наших граждан, они в основном на весь сезон сбора урожая. Основные локации для заработка – СПК-гигант «Рассвет» имени Орловского. Подвоз будет организован за счет бюджетных средств. За подробной информацией можно обращаться по телефону 70 95 34. Прекрасный старт! На Бобруиск-арене прошел первый матч чемпионата молодежной хоккейной лиги. На льду встретились бобруйский «Динамошинник» и красногорский «Скай-юниор». Наша съемочная группа тоже поддержала Бобров. Долгожданное начало сезона. Этого момента, кажется, ждали все – хоккеисты, тренеры, болельщики. Вот уже третий год «Динамошинник» выступает в молодежной хоккейной лиге. Значимое событие для всего белорусского спорта не пропускают почетные гости. Федерация хоккея, столичная «Динамоминск» – руководство города. Право первого вброса шайбы у Александра Богдановича и Игоря Киселя. В этот раз бобруйская команда играет в серебряном дивизионе западной конференции. Рок судьбы. В соперниках первой встречи прямые конкуренты из предыдущего розыгрыша «Скай-юниор». Задача стоять очень серьезно перед нашими хоккеистами. Самое главное, что нацелен на этот тренерский штаб и ребята. Естественно, мы будем играть и биться до последнего. И видите, как сегодня болельщики пришли. И они поддерживают нашу команду, как было в прошлом году, так и в этом году. Удачи им! Есть такое мнение – как в сезон войдешь, так его и проведешь. С первых минут становится понятно – бобруйская дружина вышла побеждать. Со старта шинники дежурят у ворот соперника. Интенсивный навал дает результат. 2-0 после первого периода. Что касается развития и части белорусского хоккея команды «Динамо Шинник», то это самое доминирующее звено в развитии нашей молодежи. Поэтому мы желаем успеха «Динамо Шиннику», развития нашим белорусским хоккеистам. И хочется поблагодарить всех, кто оказывает поддержку этой команде. И непосредственно Игорю Николаевичу Киселю, потому что он полюбил ее и относится уже по-отцовски к команде «Динамо Шинник». Трибуны не утихали все 60 минут. Поддержка болельщиков внесла свою лепту в итоговый счет. А вот так бобруйчане умеют болеть за своих. Ну что, ребята, давайте покажем класс! Бобруйчане! Бобруйчане! За кого сегодня мы болеем? За «Динамо Шинник». Как вам игра сегодня? Классная. Классная, отлично. Какие вообще в принципе ожидания? Вот первая игра сезона. Какими закончим чемпионат? Победители. Определенно победители. Другого не супер. И какие ожидания от матча? Наши выиграют, конечно. 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 С каким счетом? Ну, на вскидочку. Вскидочку? Ну, еще Гала-2 будет, 100%. Ну, 4-2, думаете? Я думаю, еще три Гала-2 нам и забьют. Мы болеем за «Бобров», конечно же. За кого еще? Но СКА тоже молодцы. Я и за них болею тоже. Начатое нужно доводить до конца. Второй период – тоже рвение. И снова две шайбы в воротах соперника. К концу матча цифры доходят до 6-0. Однако на хозяйское стремление закончить игру в сухую гости все же размачивают ноль на табло. 6-1, победа за «Бобруйчанами». Сегодня ребята здорово отработали и в атаке, и в обороне. То есть, хорошие моменты были, набрасывали, шли на пятак. То есть, мы довольны, соскучились, то есть, тренировались, готовились к этой игре. Поэтому ждали, ждали победы. Хорошая победа, хорошая игра в нашем исполнении. Выполняли тренерскую установку, плюс при своих трибунах они гнали нас вперед. Я думаю, у нас в этом матче все получилось. Всегда приятно побеждать, неважно какой счет. Бывает же, игры кое-что-что, где ты в одну шайбу забил в концовке, выиграл. И любая победа прекрасна, особенно при своих болельщиках. Очередной матч со СКА «Динамо» проводит 5 сентября. Со слов тренерского штаба и игроков, головокружение от первой победы в сезоне от них точно не стоит ждать. Для ответной встречи нужна концентрация. Роман Костюков, Максим Калинин, «Бобруйск-360». Синхронность таланта. Первый тур смотра конкурса. Плац концертов военных оркестров прошел в Бобруйске. Оркестр 147-го зенитного ракетного полка порадовал комиссию насыщенной программой. Презентовали не только музыкальные произведения, но и оригинальную подачу. Скрасил плац концерт заслуженный любительский коллектив Белоруссии фольк-шоу «Балет Альянс». Мы очень хотели, чтобы вот этот элемент, плац концерт, был как, ну знаете, зрелищным представлением, ну скажем так, шоу. Вот сегодня был наглядный пример. И мы для себя, естественно, уже как бы, когда рисуем такую картинку, как это будет все происходить в финале, я понимаю, что вот то, что мы сейчас увидели, это будет вполне смотрибельно и очень интересно. Готовились с начала этого года, потому что нужно учесть много нюансов. Это как подготовить материал, который впоследствии выучит наизусть. Далее накладываются движения на этот музыкальный материал. Поэтому работа довольно-таки долгая и кропотливая. Оркестру 147-го зенитного ракетного полка дан зеленый свет во второй тур музыкальных баталий. Заключительный этап смотра конкурса пройдет в Осиповичах. 14 сентября будут определены имена лучших. Кажется, Шольц ушел или как Германия разделилась на два политических лагеря. Или с чем связаны экономические проблемы Европы. Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА